Уважаемые друзья, сегодня мы повторим наш подвиг прошлого раза и прочитаем с Божьей помощью еще один псалом Давида. Он такой же длины, 9 пасуков, 4-й псалом Давида. Сначала просто так, а потом с комментариями Мальбек. Правда, совершенно необходимо успеть вспомнить еще одну гемору, один отрывок из Талмуда, очень известный на тему классического, постоянно цитируемого 7-го стиха, или 5-го стиха из этого псалма. Это нам обязательно тоже надо будет сделать, но это как успеется. Давайте начнем с псалма, как в прошлый раз, прочитаем его просто так, с перевода. Ла Менацея, ну это очень интересно, впервые в Тиелим появляется слово Ла Менацея, для дирижера. Ну вы знаете, что это один из возможных переводов. Ла Менацея для дирижера, это, так сказать, более-менее современный перевод. На самом деле, Раши говорит, что речь идет про людей, которые исполняют какую-то работу на высоком уровне, и приводит пасук из Эзре, который подтверждает это дело, что человек, который делает работу какую-то на высоком уровне, называется Менацея, Эйноцея, в более старой форме этого слова. Очень интересную вещь пишет Равин Альшуллер, Мецудот, он пишет, что эти вот Менацхим, о которых постоянно говорится в псалмах Давида, вот эти псалмы многочисленные, которые называются Ла Менацея, они посвящены музыкантам, исполнителям псалмов в храме, потому что, видите ли, музыканты, певцы, когда они исполняют какое-то произведение, стараются победить друг друга, стараются перекрыть звуком друг друга. Так это формулируется в комментарии Равина Альшуллера. Это меня очень согрело в свое время, когда я прочел эти прекрасные слова. Во-первых, для более-менее профессионального музыканта это очень интересная информация, потому что в других культурах, далеких от наших с вами ценностей, или даже довольно близких, но все-таки чуждых нам, пение, особенно религиозное, ценится очень часто именно своим согласием, не побоюсь этого слова, соборностью. То есть тогда, когда все вместе в одну дуду, идеально совпадая. Вы понимаете, кого и что я имею в виду. А у нас, говорит Равина Альшуллера, все певцы, понимаете, друг друга пытаются чуть ли не перекричать, перещеголять, перекрыть друг друга. Это что такое? Это на языке музыки называется полифония. То есть тогда, когда не все дуют в одну дуду и изображают один длинный, временами меняющийся аккорд, концернирующий. А тогда, когда есть несколько разных мелодий, и эти мелодии сталкиваются, соперничают, и действительно одна может воевать с другой, пытаться перекричать, перекрыть другую. И вполне возможно, что Равина Альшуллера здесь, сообщая нам, что вот эти вот минацхим, исполнители произведений музыкальных в храме были как раз людьми, поющими и соревнующимися одновременно, хочет нам сообщить, что еврейская музыка, музыка храма была не простой, не вялотекущей, как некоторые образцы, опять-таки, из чуждых культур, из других культур, что она была полифонической, с контрастной полифонией, как мы это говорим. Ну и мне, собственно, как выпускнику в Московской консерватории, это очень дорого, потому что я всю жизнь очень люблю полифонию, пишу полифонию, и не очень люблю вот эти длинные тягучие аккорды, эту соборность, когда все поют в одну дуду. Ну это так, в скобках, как вы понимаете, не имея желания и возможности долго рассуждать на эти темы, би нагенот во время пения, нагенот исполнения этих самых мотивов, мизмор для Давид, воспевание для Давид. Давайте просто прочитаем текст, как уже было выше предложено. Бекор и, когда я взываю, а нене, ответь мне, элукей, цитки, бог праведности моей, бог справедливости моей. Ба цар в беде, ирхавта ли, расширил ты меня, можно сказать. То есть мое узкое состояние, слово цар означает еще узость, когда мне было узко, тесно в моей жизни, я получил, так сказать, расширение своих жизненных позиций, ситуаций, своего состояния жизненного, благодаря Богу. Ханей, не пожалей меня, ушма, филати, и слушай мою молитву. Послух гимн. Бны иш, сыны человека. Не совсем понятно, почему они называются именно так, здесь бны иш, сыны человека, а не бны Адам, например, или как-то еще. Ну, допустим, сыны человека. Ад, мэ, до чего до таких пор? Хаводи, леклема, слава моя будет унижена, предана позору. Для позора в прямом переводе, леклема. Тэ гавунрик, возлюбите пустое. Плохие люди, которые пытаются меня унизить, объясняет Давид, они любят всякие пустяки, пустое, любят Тэ вакшу хазав, ищут лжи сэла. Ну, слово сэла мы в прошлый раз уже упоминали не раз, это такое загадочное, неизвестно откуда взявшееся слово, которое большинство комментаторов переводят как отграничение одного от другого, некую точку смысловую, ну, или, опять-таки, праведальшую, это вот, лекаклеуламба, это как вовеки веков, то есть, пусть так будет вовеки веков, нечто вроде этого. Вас угдалят, удэу, и знайте, и гифла, ашем, потому что отделил, ибо отделил, чудесно отделил, отдалил Бог, хасид, ло, того человека, который благочестен для него, благочестен для него, ашем, ишма, Бог услышит, бекор, и, и, лав, когда я буду к нему взывать. То есть, опять-таки, некие общие соображения, до Мальбима, точно как в прошлый раз, мы видим с вами, примерно те же самые мотивы, царь Давид, которого пытаются унизить, его многочисленные враги, пытаются какую-то гадость очередную ему устроить, а он говорит вам, ничего не светит, ничего у вас не выйдет, Бог меня услышит и пожалеет. Посол Гэй, Ригзу, вот этот самый известнейший посол, который постоянно цитируется в молитве перед сном, мы его читаем, Ригзу, типа, гневайтесь, или пугайтесь, может быть, более точный перевод, Вальтехэтау, и не грешите, то есть, вместо того, чтобы на меня напрасно возводить, вы сами, за собой, за своим поведением, последите, имру, бель вавхэм, скажите, в сердцах ваших, аль мишкавхэм, на ложах ваших, то есть, обратитесь к себе, когда вы уже идете спать, когда уже шумный долгий день закончился, проанализируйте вообще, свое нехорошее поведение, на ложах своих, ве дому, и помолчите, умолкните, и опять-таки, пусть так будет всегда, пусть так будет по веку веков, чтобы хорошие и плохие люди, все, в конце дня, проверяли, изучали свое поведение, анализировали свое поступление, то есть, вместо того, что всякой ерундой заниматься, гадости всякие, устраивать хорошим людям, идите в храм, приносите жертвы, служите Богу, апостол Хзайин, рабим умрим, многие говорят, ми яр эну то, кто покажет нам благо, многие люди в тяжелом состоянии, обращаются с вопросом, где этот Господь, который должен нам помочь, поддержать нас в тяжелой ситуации, неса алейну ор панеха, вознеси в данном случае, быстро приведи к нам свет твоего лица, ор панеха Ашем, Всевышний, то есть, многие люди хотят увидеть участие Господа в этой жизни, не у всех это получается, пасол Хе, на Тата Симха, воздал ты радость, белиби в сердце моем, дал ты радость сердцу моему, меэт деганам, со времени зерна их, ветерушам, и винодавильни их, рабу, когда они умножились, то есть, тогда, когда мы собрали обильное урожае, сообщает царь Давид, так постепенно у людей все вопросы неприятные, все претензии к Богу и отпали, тогда, когда Господь благословил святую землю обильными урожаями, зерном да вином, понятно, что ароматный белый хлеб, который запивается вкусным, крепким вином, он, в общем, многие нехорошие вопросы и претензии снимает, пасукты бешалом, с миром, в мире, яхдав, вместе, эшкэва, возлягу, то есть, вместе с миром, вместе с ощущением мировой гармонии, я буду ложиться в рейшан и засну, то есть, мне никто не помешает успокоиться, после тяжелого рабочего дня, говорит царь Давид, тем больше народ там уже в поле, собрал урожай, уже празднуют, отмечает это дело, кто мне может теперь помешать, киата ашем, потому что ты всевышний, левадат, один, лаветах, уверенности, то живени вернешь меня, только ты можешь повернуть, вернуть меня к уверенному состоянию, говорит царь Давид, ну, замечательный текст, опять-таки, совершенно непонятно, что конкретно, но у нас есть умные люди, которые готовы нам это объяснить, пожалуйста, пирож, мальбим, объяснение мальбима, то же самое, что в прошлый раз, мы просто еще раз читаем этот текст, вместе с теми вставками необходимыми, которые делает мальбим, кроме того, естественно, он должен нам заявить тему, он должен объяснить нам вообще, о чем это все, изначально, ну, помните, что предыдущий, третий псалом, был о тяжелейшей ситуации с гражданской войной, с восстанием сына Давида, когда сын пошел против отца, чуть не убил отца, и это была такая бесценная реакция Давида, очень интересная реакция Давида, на то, что произошло тогда, в момент этой гражданской войны, а четвертый псалом, опять-таки, против всех законов хронологии, потому что речь сейчас пойдет о самом конце жизни царя Давида, а псалом только четвертый, из 150, это псалом, расскажет еще одну, очень важную, эмоциональную реакцию Давида, на трагические события, которые произошли в конце его каденции, в конце его царствования, смотрите, что пишет Мальдем, опять-таки, в скобках, я оставил это, Робин Бейер, Лейбуш, Вайзер, его имя, великого нашего комментатора, мизморзе, псалом этот, и кен, он установил, исправил, создал, бе, бе, в то время, шеяя, рав, когда был голод, беймей, дави, в дни Давида, шалош, шаним, три года, ну, есть разные мнения, среди комментаторов, этой самой, второй книги, шмоли, это в конце второй книги, шмоли, все написано, как вы прекрасно помните, когда эти три года произошли, по классическому, по простому, скажем так, будем идти мнением, что эти три года были, таки в конце жизни цели Давида, в лиценеиадор, и на смешнике поколений, то есть вот эти вот злые языки, Амру сказали, шеу, что это баавур хет Давид, из-за греха Давида, вы знаете, что ненавистников, злых языков вокруг Давида, всегда было великое, множество, никогда недостаток, в чем, в чем, а во врагах, как неоднократно было сказано у Давида, никогда не было недостатка, и эти люди приписывали, естественно, вину за страшную засову, за отсутствие дождя, за голод, смертоносный на святой земле, царю Давиду рыба гниет с головы, это твои грехи всему виной, говорили эти люди, вы Давид, шараль, и Давид спросил, астагдан, ба-шем, всевышний, я не буду все это вам еще раз рассказывать, сейчас в подробностях, вы все прекрасно помните, никто не понимает, почему Давид только через три года начал задавать вопросы Творцу, почему в первые годы там он просто проверял, какие грехи есть, каких грехов нет, это очень длинное место, известное место в Талмуде, в Таркатии, в Амод, мы его неоднократно с вами разбирали, в курсе пророков, и в других местах упоминали этот известнейший момент в Талмуде, когда Давид наконец задал вопрос Творцов через Урим и Тулем, через знаменитые эти загорающиеся буквы на камнях на грудниках первосвященника, видите, жирным шрифтом, это пока еще не нашу салону, это просто цитата из пророка Шмуля, Дальше там написано, что он умертвил Гевон. Вы прекрасно помните две причины, во-первых, то, что не оплакали Шаула как положено, а во-вторых, что Шаул был сам виноват, вторая причина этого голода, из-за того, что, по-простому говоря, скажем так, лишил пропитания по нашему Бавилонскому Талмуду, будем мы это комментировать, лишил пропитания, значит, этих самых гевонцев, несчастных полукошерных геров, которые жили рядом с Койнами в городе Нов, и когда город Нов, город Койна, был истреблен, можно сказать, нужно сказать, по приказу царя Шаула, эти гевонцы потеряли свою орлесу, они там были водоносами, для этих Койнов, помогали Койнам по хозяйству, Койна всех перебили, и работы не стало, из-за того, что вот этих несчастных полукошерных паразелитов лишили пропитания, значит, разразился такой страшный голод на территории Святой Земли, вы помните прекрасно, какой кошмар тогда, последовал, Давид вызвал этих гевонцев, умолял их, увещевал их, просил их простить царя Шаула и его потомков за то, что им сделали, предлагал деньги, много, категорически отказавшись от денег, эти люди потребовали крови, и в итоге царь Давид, как вы помните прекрасно, был вынужден пойти на этот страшный шаг, казнить потомков, оставшихся живых потомков царя Шаула, повесить их, и еще более того, не только повесить, хотя, казалось бы, что мог быть хуже, чем повесить, еще и не снимать повешенных, вы знаете, по нашим законам, вообще никого не вешают, то есть если и вешают, то после забивания камнями, да и то на мгновение, после этого сразу хоронят тело, они там висели, чуть ли не полгода эти трупы, несчастных потомков царя Шаула, как это все объясняется, какой там смысл, совершенно отдельная история, в общем, это кошмарная история, произошла, и вот очень важный, интереснейший момент для нас, реакция на это все, эмоциональная реакция царя Давида Акации, этот четвертый псалом, это об этом, смотрите, как получается, снова Мальбин, раскрывающий наши глаза, смотрит тебе, Аз и Крит, и тогда он принес Зифхей Цеде, вот эти вот далее, в седьмом стихе псалма упомянутые жертвы справедливости, царь Давид, видите ли, после всего этого, пошел жертву Богу приносить, Раишламит Роцелома, какие такие жертвы, хочет сказать, Зифхей Тода, я нахожусь вот в первом абзаце Мальбима, началась четвертая строка, Зифхей Тода, жертвоприношения благодарственные, Баавур, ради того, что не Дбарер, что выяснилось цитко, его праведность, то есть его обвиняли в том, что голод, из-за его грехов, а теперь оказалось, всем очевидно, было показано, что голод вообще не связан с царем Давидом, а связан с предыдущим царем, Шелогая Раав, потому что не было голода, Баавур, Хет О, из-за его греха, у мезморных лак, и этот псалом разделен для Гимел, Халаким на три части, а Мецуяним, которые отмечены, как уже было в предыдущем псалме, Бемелад, Села, словом Села, вот это слово Села, пусть так будет, во веки вековке, что-то в этом роде, разделительное слово, используемое постоянно в псалмах, оно как раз отделяет, друг друга от друга, три части этого псалма, все объясняет Марка, прямо слово за словом, Хелог, Алиф, видите, следующий абзац, часть первая в этом псалме, Бекори, когда я взываю, Омерон, так далее, Эд Экрафт, время, когда я воззову, Батфила в молитве, вы видите, что текст Мальбема, не жирным шрифтом, а жирным шрифтом, это просто слова из пасука, которые он добавляет, дополняет, своими объяснениями, раскрывает нам смысл того, что говорит Давид, так вот тогда, когда я буду взывать к Богу в молитву, Аней, ответь мне, причем не просто, амитней шлоша дворим, из-за трех вещей, есть три причины, в этом втором пасуке псалма, все три причины упомянуты, по которым Давид просит Бога ответить ему на его молитву, Алиф, со скобочками, то есть номер один, митца со стороны, ше ата, что ты, элокей цитки, Бог моей справедливости, Бог моей праведности, то есть первая причина, по которой Бог будет отвечать Давида, и вообще, по которой Бог отвечает на молитву, это, оказывается, поведение человека, не очень приятная информация, но, наверное, ожидаемая, Айо дея цитка ти, знающие мое справедливость, мое справедливость, умасай атовим, и деяния мои добрые, то есть ты, в отличие от злых языков, Господи, обращается Давид к Творцу, знаешь мое поведение, и поэтому мое поведение хорошее, должно быть первой причиной того, чтобы ты мне отвечал, после моих молитв, бет, номер два, со скобочкой, митцад арахамим, со стороны милосердия, о митцад, шеата, и со стороны, что ты, во втором абзаце, мальбема, это последний абзац, на первой странице, третья строка пошла, шеата, что ты, рагиль, обычен, для тебя это обычно, ла анод, отвечать, бе э, цара, во время беды, то есть, когда происходит беда, включаются дополнительные механизмы, помогающие донести молитвы до Творца, потому что, в нормальном состоянии мира, молитвы тоже, конечно, доходят, но, оказывается, доходят хуже, человек, находящийся в беде, может достучаться, до Бога легче. Безе, шех отлов, и это тоже написано, алло, тамит, разве не всегда, продолжение этого второго стиха, да, второго псалма, бацар, ирхафта, ли, во время беды, ты расширял меня, пустых, выводил меня на простор, говорит Давид, именно тогда, когда, ай, тебе, цар, когда я был в состоянии, стеснен в состоянии бедствия, это вторая причина, по которой Бог будет отвечать, ну, какое бедствие, понятно, во-первых, голод в еврейском народе, страшные свирепстики, во-вторых, опять вот эти вот гады, понимаете, злые языки распространяют, дезинформацию про Давида, тоже беда, гимен, со скобочкой, третий, значит, пункт, по которому, по причине которого, Бог должен ответить, Митсат, Аханина, со стороны того, что он сжаливается, уматанатхинам, и дарует бесплатно, то есть, именно тогда, когда праведные люди просят у Бога не за свои заслуги, а просят у него, уматанатхинам, дар бесплатный, то есть, мол, не хватит мне никаких заслуг для того, чтобы что-то у тебя выпрашивать, или получить, или на что-то претендовать, без всяких заслуг, просто так сделать, как написано в Торе, дальше, я пожалею, бесплатно, говорит Бог, кого-кого, пожалею, да, то есть, есть такая идея, такой механизм жалости, просто так, беспричинная жалость Бога к людям, своим творениям, а в Пальпе, несмотря на то, что он не достоин, безе, что я готова, это то, что написано, ханэни, сжалься надо мной, я словом, хинам, бесплатно, по-простому так, беспричинно сжалься надо мной, ушма, филати, и услышь мою молитву, так заканчивается второй стих нашего псалла, получается, очень любопытная структура, то есть, сначала, ты говоришь, Бог моей праведности, ты, смотри на мою праведность, Давид, потом, а вообще нам всем плохо, нас царь, и ты обычно, когда мне было плохо, отвечал, наводи меня на простор, а вообще, ты на мою праведность не смотри, потому что даже если у меня никакой праведности для твоего ответа не хватит, то ты тогда мне ответь, пожалуйста, просто так, дар, это вообще, что за странные три причины, первая и третья, как будто бы противоречат друг другу, ну, по всей видимости, речь идет про поступенные просьбы, постепенно высказываемые просьбы, то есть, сначала человек обратился к Богу, учитывая, намекая Творцу на свое хорошее поведение, и когда это не помогло, так бывает, причем довольно часто, когда человек пытается своими заслугами, так сказать, вынудить Творца сделать все, что надо, часто бывает, там в Муде это написано, неоднократно написано, в Муде о том, что человек, который пытается все поставить в зависимости от своих заслуг, он в общем вряд ли получит, но попробовать может быть стоит, действительно, конечно, царю Давиду виднее, если он пишет, что попробовать стоит, значит попробовать стоит, но это тогда, когда действительно много заслуг, как у царя Давида, дальше вторая была попытка, ну, хорошо, допустим, мои заслуги не работают, или ты не хочешь делать за заслуги, ты посмотри, как нам всем плохо здесь, все же умирают с голодом, тоже нет, знаешь что, сделай просто так, но к кому нам еще обращаться, просто так, без причин, пожалей нас, пожалуйста, это вот, внутренний монолог, который совершенно неожиданно, благодаря мальбому, мы находим, смотрите, еще раз, прочитать самый стих, просто так, когда я тебя зову, ответь мне, Бог моей праведности, когда мне плохо, ты меня выводил на простор, значит, это расширял меня, пожалей меня, слушай мою молитву, просто набор, оказывается, это твоя история взаимоотношений, так, нет, так, нет, ну, хотя бы так, дальше, посуд номер три, начинается, видите, последний абзац, на первой странице, пятая его строка, после двух точек, бнеиш, сыны, человеческие, почему они так странно называются, спросили мы, ахарей, аагдама, после вступления, азот этого, то есть, после вступления, который говорит о, этих, взаимоотношениях, Давида с Богом, о просьбах Давида к Богу, после этого, месеппана, поворачивает лицо свое, эль, лицаней, адорк, насмешникам поколения, теперь он обращается к злым языкам, вот к этим людям, которые обвиняли его в голоде, его мэр, и говорит, а тем, вы бнеиш, сыны человека, что это означает, оказывается, говорит, мальбем, дар кэхэм, ваш путь, а фух, он перевернут, он противоположен, бе дар кэй ашэм, дорогам Бога, то есть, стиль здесь называют, бнеиш, сыны человека, в смысле того, что вас ничего кроме человеческого на самом деле не интересует, вы ни в чем кроме человеческого не разбираетесь, сыны человека, рэ у, а вы там посмотрите, мальбем объясняет этот пасук, а ма кэвуди, значит, до какой степени моя слава, лих лима предана позор, то есть, понятно, что эти люди, сделали своей главной целью, может быть, главной целью в жизни, унижать царя, вы знаете, есть такие люди, я никого, ни с кем, не дай бог, не сравниваю, царь Давид, святой человек, праведник, не сравним, но вы знаете, есть такие люди, которые прям вот ставят своей жизненной целью, унижать руководителя государства, в котором они живут, вот во времена Давида, это прям вот было таким, таким национальным спортом, унижать, кто больше, кто лучше, сможет поизгаляться, над царем батюшкой, вот, и это то, что здесь царь, собственно, упоминает, до каких пор, до какой степени, слава царя, уважение к царю, к первой персоне, государстве, предано унижению, а там, до каких пор, до какой степени, и штаблу, вы будете стараться, ля хлим к води, чтобы унизить мой почет, унизить уважение ко мне, опозорить меня, о или, ше те э гавон, видите, жирным шрифтом, прям продолжается, этот третий пасут, будете любить, ваша излюбленная методика, ля хлим о ти, позорить меня, аль едей, с помощью, дава рек, с помощью вещи пустой, и вот этот вот рик, который упомянут в псалме, пустая вещь, это, ше это такое, оказывается, ше эй бо мама, что нет недействительности, то есть, вы находите какую-то пустую вещь, неважную, несущую смысл, в это асу мимен, и делаете из него, дава гадоль, вещь великую, для того, чтобы меня позорить, ну, в общем, классическая методика, которую мы видим, вчера, сегодня, не дай бог, но, скорее всего, увидим, и завтра тоже, когда, из контекста, речи, какого-то важного, высокопоставленного человека, вырывается, маленький кусочек, два словечка, да, а, он сказал, и потом, из этих двух слов, вырванных из контекста, делается, большое дело, строится на этом, страшное обвинение, безнравственности, преступления, в расизме, фашизме, в чему вот, это называется, здесь, давар, рик, пустая вещь, которая, на самом деле, сама по себе, не несет никакого смысла, но, если надуть этот шарик, шар воздушный, то, конечно, она тут же начинает нести смыслы, на человека, обрушивается поток нечистот, как мы с вами, собственно, тоже, все время видим, о, или, или, им, гам, давар, рик, даже если вещи пустые, лотенцу не находятся, иногда такое, вы знаете, у них бывает, они даже не могут найти, ничего, что можно было бы, выдрать из контекста, и раздуть, то есть, прям тяжело, голодный паек, а настал новый день, а каждый новый день, требует новой порции нечистот, вот новый день, то он же уже начался, надо же облить, человека снова, грязью снова, откуда взять материал, ну нет, ну ничего, он сегодня такого не сказал, чему можно придраться, тогда, говорит, альбин, Тим Ци У, вы будете искать, вот Тим Ци У, они говорят, Тэ Вакшу Вэ Тим Ци У, последняя строчка, да, слово Тэ Вакшу, и слово, видите, жирного шлепа, будете искать, и найдете, вам каза, вещь ложная, просто наврать, просто сказать, что он на самом деле, вот это сказал, или на самом деле, он вот это имел в виду, или вот он так, он задумывает, в общем, просто он, проявил, из этого уже делается, в Али Лат Шекер, наверх ложный, тоже раздувается, разумеется, подается как истина, не требующая никаких доказательств, то есть это то, что, собственно, написано в третьем посылке, вы видите, то есть вы придаете, мой почет, позору, любите пустые вещи, раздувать, или ищите просто, какое-то вранье, для того, чтобы из него сделать, великое дело, вторая страница, Хеллок Бет, вторая часть псалма, это, как вы понимаете, четвертый стих, который здесь разбирается, Ата, теперь ты узнайте, продолжает говорить с этими злыми языками, Дарит, Шеа Шем Адани, что Бог ответит мне, Мипеней Шней Дворен, из-за двух вещей, минуточку, мы только что говорили, что Бог отвечает из-за трех вещей, каких-то определенных, здесь какой-то другой немножко разговор начинается, во всей видимости, не то, что Давид имеет в виду сам, а то, что он хочет сказать именно этим злым языкам, оказывается, это немножко разные вещи, Алиев со скобочкой, первое, Мицат со стороны того, Ше, Ефла Ашем Хасидло, отделил Бог благочестивого для себя, здесь уже в этом четвертом, Псупасуке, говорится о том, что Бог отделяет, правильно, благочестивого человека для себя, Ше Евдиль Эд Ахаси, что он отделил вот этого Хасида, праведного, благочестивого человека, Бе Афла А, чудесным отделением, далеким отделением, Вя Ашгаха, протид, и слежением детальным, то есть он прям вот следит детально за поведением Давида, для того, чтобы Леварер Цитко, прояснить его справедливость, его праведность, чтобы все убедили, насколько это праведный человек, то есть Творец ответит мне, дополнительные причины, для того, чтобы продемонстрировать вам всем негодяям, что вы врете. Первая причина, ну, вы понимаете, что и всякий руководитель страны, может так ответить, как царь Давид, что Бог вам сейчас покажет, мою праведность продемонстрирует все. Ну, царя Давида были величайшие заслуги, и прямая связь с Творцом, поэтому он так мог сказать. Бе, вторая причина, почему мне, говорит злым языком Давид, ответит Бог, Митса, Че Ашем, потому что Бог Всевышний, Ешма услышит, Тамит, всегда, Бекор и и Лав, когда я к нему взываю. Вот такая, видите, немножечко популистская, в самом лучшем смысле этого слова, трактовка, набор причин, почему Бог отвечает Давиду, совсем не такой, как в начале. В начале это истинно, так как оно в действительности есть, или за его заслуги, или просто потому, что беда вокруг, или вообще бесплатно. То есть, там были настоящие причины. Здесь это, чтобы показать врагу, показать этим ненавистникам, ненавистникам, злым языкам, говоришь, есть две причины. Первая, это то, что Творец, только для того, чтобы показать вам всем, как вы не правы, он мне ответит. И вторая, потому что он мне всегда отвечает. То есть, даже если у вас не было, то есть, если вы вообще сейчас, вот здесь, прямо здесь растворились в воздухе, он всегда мне отвечает. Немножко такая, полемическая трактовка, полемические причины, в разговоре с этими злыми языками, в элахэм, третья строчка, на второй странице началась, в середине третьей строчки, точнее, там где двоеточие, ригзу, следующий, известный, пятый пособ, вот этот, который везде цитируется, мяша, бойтесь, пугайтесь Бога, в эльтехетау, и не грешите. В каком смысле? Леоци диба, выговаривать, выводить, злословие, аль Давид про Давида, венегет маше а тем, и в соответствии с тем, что вы Мазгерим упоминаете, хет бад шева, грех бад шевы, что основным обвинением, в адрес Давида, конечно же, всегда было то, что он забрал за море женщину, у ее мужа, имру бели баф хэм, скажите в сердцах ваших, аль миш каф хэм, на постелях ваших, вы, мол, следите за своими интимными делами, а в нашей, царской, нос свой, несутень, такое, замечательное объяснение, у Мазгерима, это простое, ясное, резкое, смотрите, а вель, а шель миш каф хэм, преступление в ваших постели, маше а тем, то, что вы, хат а тем, вы мешка согрешили на своих ложах, на своем ложе, что вы наделали дело, вот, на эту тему и думайте, про свои преступления, вед дому, и запьтесь, вешат ку, замолките, мелио ци и деба, что вы не выводите злословие, аль Давид про Давида, но это, разумеется, не просто такой, обычный, полемический аргумент, что, вы меня обвиняете в чем-то, на себя посмотрите, нечего на другого возводить, напрасно, если сам такой, вот, это не просто, конечно, обычный полемический аргумент, здесь речь идет о том, что действительно, если кто-то, кого-то, собрался за что-то, покритиковать, он должен сначала посмотреть, нет ли причины, ему самому, себя, покритиковать за это, за же сам, то есть, нет ли причины, для того, чтобы сначала поправить свое поведение, а потом уже попытаться критиковать чужое, это простая мысль, которую здесь проводит Давид, вы, говорит, смотрите на свои постели, а не на мои, Элла Гиммер, второй абзац, на второй странице, третья часть, Псома, начинается с шестого стиха, Зивху, принесите жертвы, о чем разговор, неожиданный поворот, Мейсер Панаб, поворачивает лицо, Эль Акуаним, к жрецам нашим, к Коинам, Зивху, Эд Зивх, Эт Азвахим, принесите жертвы, Шеевете, которые я принес, то есть, что получается, сначала, Бог мне будет отвечать, по таким, таким причинам, потом вы негодяи, вот сейчас, увидели, уже увидели, Бог продемонстрирует, вот он уже продемонстрировал, в истории с этим голодом, что дело вообще не во мне, дело в Шауле, и поскольку Бог это продемонстрировал, я сейчас буду приносить эти благодарственные жертвы, что Творец показал мою праведность, защитил меня, в данной ситуации, от этих страшных людей, от этого злословия, то есть, видите, это в принципе нормальная ситуация, когда Давид вынужден повесить, ни в чем не повинных, на самом деле, потомков царя Шаула, чтобы прекратить голод, и при этом, одновременно, вот он приносит жертвы, Богу благодарственные жертвы, за то, что тот показал его праведность, это очень важно, тогда, когда несправедливые обвинения, с человека снимают, это прям, религиозно значимый момент, когда человека обвиняли, неправильно обвиняли, ошельмовывали, а потом, с Божьей помощью, оказалось, что он не виноват, то есть, это не касается каких-то личных мотивов, корысти какой-то, Давидовой, это вообще очень важно, поэтому он приносит эти жертвы, видите, сколько у Карамзи, в Хейтседах, называют их жертвами справедливости, праведности, ше Бауле Годот, что они пришли, чтобы поблагодарить Аль Шенит Барер, за то, что прояснилось, цитко, ше Давид, праведность Давида, справедливость, царя прояснилось, у битху, эль Ашем, и уповайте на Бога, что это такое, почему надо уповать на Бога, ше Йитен Мата, что он даст, дождь, аля арец на землю, то есть, вы не думайте, дорогие граждане Израиля, что я занимаюсь исключительно собой, исключительно своими взаимоотношениями, с электоратом, что там, кому-то показалось, что я виноват, потом он выяснил, что я, да, не виноват, и поэтому я приносу жертвы, ничего подобного, мои жертвы посвящены еще и тому, что надо нам с вами поблагодарить Бога за все, и понадеяться на Него, и ждать дождя, ждать конца этого страшного голода. Продолжение псалма. Раби им омри им. Многие говорят, беет арав, говорит мальве, во время голода, йомру, они скажут, многие говорят, во время голода, ми яр эми, кто, кто покажет мне благо, кто мне продемонстрирует спасение вообще, связь с Богом мою наладит, кто это сделает, многие говорят, шедяво агешем, что придет дождь, веша ашем, и что Всевышний, иносес, ну, иносес в данном случае, воздевает, да, как, нес, это не только чудо, вы знаете, нес, это высокий шест, на котором, держали, например, знамя, и поэтому, видите, тут мальве немножко поправляет царя Давида, деликатненько так, потому что царя Давида в посылке написано, неса алейн, и это не совсем понятная форма слова, и мальвим, чтобы нам стало полегче, а из наса делает еносес, да, то есть, более понятное выражение, нес, лейтносес, есть такие слова неоднократно, в Танахе они употребляются, воздевательно на что-то высокое, то есть, когда он поднимет, алейн, на них, орпана, в лицо, свет лица своего, то есть, когда дворец вознесет свет лица своего, прольет его в итоге на еврейский народ, спасет от горды, дашь гахатой свое детальное слежение, ашер наилам, не там, которая скрылась от них, деэт араб во время горды, деата и сейчас, и предпоследний, восьмой посыл, на тата, симха, велиби, ты поместил, радость в сердце мое, на эт со времени, объясняет Мавер, шиитхилу ляр, вот, когда начали увеличивать, даганам, батирушам, зерно и вино, это не просто так, собрали, видишь ли, большой урожай, пошли отмечать, как бы сначала было, поняли, подумали, это после этого страшного голода, в конце жизни царя Давида, когда, наконец, собрали это зерно, когда, наконец, снова созрел виноград, и можно было насладиться не только его ягодами, но еще его прекрасной красной кровью, как это называется, в том числе, в святых книгах, вином насладиться, конечно, в саб, араб, когда прекратился голод, вяль, еде, кен, и с помощью этого, то есть, только после того, как, естественно, прекратится голод, и после того, как начался период восстановления, так сказать, израильской экономики, ки, бешалон, яхдаб, с миром вместе, прям вместе с миром, с гармонией мировой, эшкева, ялягу, баишаны, буду спать, то есть, во время кризиса, во время голода, царь Давид не позволялся, так, спокойненько, укладываться спать, ну, вы знаете, что это все вообще разговоры, для простых людей, то, что здесь написано, царь Давид, в принципе, так, чтобы укладываться спать, он не укладывался, написано в Талмуде, и это учится тоже из Псалмов, что он, на самом деле, так, чуть-чуть дремал, в течение ночи, первой половины ночи только, и использовал время своей жизни, на полную катушку, это велико возможно для всяких полезных духовных деяний, поэтому вот это вот, я лягу, и буду спать, такое впечатление, сейчас закончится голод, и я пойду, и прям взобью подушку, и прошлю трое суток после тяжелой работы, с ним это вообще не бывало, но он так, символический, типа, успокоюсь, Мецаер описывает, как будто он лежит, но метафора, вместе с миром, вместе с мировой гармонией, в этом среднем абзаце, на второй странице, идет четвертая строчка снизу, в среднем абзаце, Ки Атам, дальше опять, естественно, цитата из псалма продолжается, это уже, завершение псалма, последние слова, Ибо ты, Ашем Всевышний, Левадат, один, Лаветов, к уверенности, тоши вени, вернешь меня, что это такое, Тафас Амлица, здесь используется метафора, говорит, Майбем, Мемшин, Мемаш Катун, из того, что написано просто в Торе, дальше жирный шлефт, это уже не псалм Давида, псалм Давида закончился, это цитата из Торова, Ишкон, Исфаэль, и будет пребывать Израиль в детах, уверенно, подав отдельно, Эн Яков, глаз, источник, Якова, Эль Эрес, на земле, Даган, Тирош, вот это самое, зерное вино, тоже упомянуто в Торе, А в Шамах, также его небеса, Ярфу, Талья будут изливаться, Росой, известнейшее место, цветка Торы, то есть вот намек на это место, здесь у царя Давида, Рацава, Ма, хочет сказать, Аха, после того, что немца, что мы найдем, Таль, Бедаган, Бетирош, и Росу, и Зерно, и Вино, Ишкон, Исраэль, будет пребывать Израиль, Бета, уверенно, Бадат, и отдельно, то есть еврейский народ будет жить уверенно, отдельно, что Эн Царих Твуа, что он не будет нуждаться в урожае, такая деликатная, важная подробность, царь Давид, конечно же, старался изо всех сил привозить, завозить пшеницу, завозить еду во время голода из других стран, хотя, конечно, ее не хватало, миарцот, ахирот из земель других, то есть, когда, наконец, закончится этот страшный голод. Еще один замечательный пример того, как сначала ты смотришь, ничего конкретного понять не можешь, после этого оказывается, что Псалом Давида, это такая чуть ли не стенограмма какого-то определенного события в его жизни. Я уже нудил на эту тему, говорил, что любое произведение, тем более произведение святого искусства, отделенное, непохожее, нерассматриваемое нами рядом с другими, несвятыми произведениями, нуждается в том, чтобы ты знал, что происходило с автором в тот момент, когда он это произведение создавал, что он вообще был за человек, этот автор, что ему было присуще. В общем, надо очень хорошо знать жизнь творца, жизнь автора Псалмов, для того, чтобы понять, что в ней описано. Ну и буквально пять минут у нас с вами остается, давайте пробежим глазами, это известнейшее место в Талмуде, которое буквально по косточкам, по деталям разбирает этот пятый стих Псалма, который мы уже с вами видели, тот, который читается у нас постоянно в молитве перед сном, и очень известен. Видите, это трактам Брахот, первая глава, опять-таки, известнейшее место в Талмуде тоже. Амар, Раби Леви, Бархама, Сенхамы, Амар, Райшим, Раби Шимет Бен Локиш, Атеми Раби Шимет Бен Локиш, Леу Ламба Веке Яргиз, разгневает, натравит, лучший перевод, Адам человек, Ецар Топ, начало благое, Аль Ецар Ара, начало злое. То есть, твое доброе начало, твоя сила положительная, всегда должна быть в войне, в битве с твоими отрицательными качествами, ты должен стараться побеждать себя, побеждать свое зло с помощью своего добра. Ну, понятная идея, Шеней Мар, как сказано, вот он, этот псалом, Ригзу, натравливайте, разгневывайте, кого? Яцар Топ в этой трактовке Талмуда, Драш, более сложный комментарий Талмуда, не обшат, не простой смысл того, что говорил Давид, более глубокий, натравливайте свое доброе начало на дурное, тогда вы не будете грешить, и Мницкого, если он его победил, если таким образом удалось победить дурное начало, Мутав, хорошо, вы им лапаете, и особо Тора займется Тор, то есть изучение святых книг, оно настраивает человека на благо, на эти флюиды добра, с интеллектуальной уже стороны настраивает, Шеней Мар, как сказано, имру бель вавкем, следующие слова этого, посука, скажите в сердцах ваших, то есть изучение Тора, интересный, конечно, момент, называется здесь говорением в сердце, то есть надо очень глубоко, в том числе эмоционально, воспринимать текст, который ты изучаешь, чтобы, как сказал мне один хасид, много-много лет назад, изучение Торы не превратилось в какие-то там отвлеченные научные теории, им не цхо, если победил его, мутав, хорошо, вы им лав, если нет, икра, надо читать, крият, шма, чтение шма, ну, собственно, поэтому в вечернем чтении шма этот посука и присутствует, потому что здесь это написано, Шеней Мар, как сказано, аль мишкафем, на ваших ложах, то есть теперь, если вам не удалось победить зло в себе, даже после того, как вы изучали Тору, то есть и натравливали добро на зло, не вышло, изучали Тора, не получилось, теперь нужно прочитать палитву шма на ваших ложах, и это предпоследний рецепт, им не цхо, если победил, ну, так хорошо, вы им лав, а если нет, то что, и цхо, но вспомнит ему, напомнит ему, йом, а мета, день смерти, Раша говорит, йом, о, у меня бухают пропал, от слова йом осталось почему-то вах и мы, йом, йом, а думия, день безмолвия, день смерти, день безмолвия, окончательно, Шеней Маркак сказано, ведому завершается этот способ, да, и умолкните сел, во веки веков, да, то есть наступает вечное безмолвие, наступает смерть, то есть если напомнить своему внутреннему злу, что все идет к тому, что все идет к смерти, то внутреннее зло должно отступить, ибо то, что будет после смерти, естественно, определяется именно этим. Смог ли ты в течение своей жизни, которая была до смерти, побеждать себя, побеждать зло внутри себя? Известное очень место в Талмуде, тут есть всякие детали, помнится, однажды Равин нашей синагоги давал даже длинную лекцию перед Йом-Кипуром на тему вот этого маленького отрывка, разъяснял все детали, разъяснял этот порядок, почему сначала надо натравить доброе на злое, а потом именно изучать Тору, а именно потом читать молитву Шма перед сном, а если уже ничего не поможет, то тогда уже про смерть подбуду. разъяснял этот порядок раскаяния, порядок исправления внутреннего зла в человеке, но это, конечно, отдельный разговор, на сегодня вроде как все, пройдем в следующий раз с Божьей помощью, пятый псалом Давида, попробуем весь, если, конечно, получится. Всего самого наилучшего, уважаемые дамы.